Или доты, я понимаю, что у вас все меньше, но вы все крепче. Может кто-то уже проснулся? Доброе утро всем, у кого суббота. Добрый вечер всем, у кого еще пятница. Продолжаем с вами смотреть за перипетивами турнира The Summit 2014. Это второй полуфинал Винеров. Напомню, что ДиКей уже в финале Винеров ждут, собственно, своего соперника. Кто станет этим соперником, мы узнаем, возможно, через час, возможно, попозже. Может через 15 минут. Может через 15 минут. Да, всякое бывает. Может через 8. Не, вамана здесь нету, поэтому через 8 не будет вообще никак. Через 8 явно не получится. Это, кстати, факт. Итак, Na'Vi против Vichy Gaming. Инвокер первым пиком. Ну что, 1-1, короче. Дондо на инвокер. 1-1, все, можно? Ладно, я долевая, просто пишу. Тут есть Dota, Winner, нет, Dota, Ref. Radiant Win или Radiant, или Dire. Дота, Radiant, ладно. Ладно, потому что с натурой трон упадет, у меня админские права есть на саммит. Так, ну, в общем. Все, надоело. Doom, Trend, Vichy. Инвока и надо, короче, брать что-то вот жесткое. Кентавр, смотри. Луна. Нет, смотри, Кентавр. Кентавр. Shadow Demon. Shadow Demon. Dazzle. Луна. Луна. Все. Изи катка. Victory. Come on. Ну, они ж нас не послушают, наверное. Что нас не послушают? Ну, эти нас не послушают, наверное. Ну, я не знаю, может, до Пупея просто там у него пинг доходит пока потихоньку. Не, ну, он нас отсюда не слышит. Ну, мы можем попытаться громче крикнуть. Может, он слышит? Не, ну, кто его знает? А вдруг? Окей, да. Акс. Кстати, да. Акс же. Doom, плевать. Дерево, плевать. Акс вообще жесткий, ему на всех плевать. Вообще, да. Вообще на всех плевать. Это же Акс. Медоед. Ну, как медоед. Медоеду на всех срать. Вот, да, да. Куда хочу туда иду. Леон вторым пиком. Вот, да. Что? Что? Это вот серьезный такой. Ну, просто, например, некоторые люди не понимают, да, когда мы удивляемся по поводу позиции героя, да, во время пика. В начале игры все многие, точнее, многие должны понимать то, что остается очень много героев. Чем дальше, тем меньше. И забирать Леона, которого достаточно редко отправляют в бан и редко, в принципе, берут. Ну, редко он вообще появляется. Да, он редко сам появляется. Его можно там третьим, четвертым забирать. То есть уже после второй стадии банов. Но, не знаю, посмотрим. Возможно, какая-то есть супер хитрая задумка у ребят из Na'Vi. И, возможно, ее получится реализовать. И мы сейчас будем с тобой сидеть и говорить, да, это какие мы с тобой два донных, а они все классно сделали. Кто его знает? Леон второй пик? Да. Нет. Да, нет? Нет. Я тушу в зародыше эту идею вообще сразу. Не, ну, может быть, они действительно знают что-то такое, чего не знает никто больше в мире. Они взяли Леона еще с вторым пиком и думают, окей, окей, если есть Леон второй пик, значит, все будет круто. Значит, мы сейчас... Враг настолько будет удивлен, что он не знает вообще, что он не будет знать, что делать. Кстати, вот Darkseed был. Может, Пупеха просто захотел Имморталку потестить? Может, может. Тогда нужен еще Снайпер, Шторм, там, кто у нас еще есть? Виндрэнджер. На Виндрэнджер есть Имморталка? Да, на Акса есть Имморталка. Не, у меня все есть, но я... У меня тоже есть все, там еще и лишних куча. Я забыл какие-то. Да, вот, кстати, которые лишние, там мне еще народ поподгонял. Я напоминаю, что по возвращению из Лос-Анджелеса я быстренько их раскатаю у себя в папчики. Так что подписывайтесь, следите за анонсами. Минус Бристалбэк. Да, будут розыгрыши. Да. Бристалбэка у нас не будет четвертый бан, третий пик сейчас от Вичи Гейминг. Четвертый, четвертый бан. Вот кого могут сейчас отправить в этот самый бан? Да, ну кого ты можешь банить, если пацаны Леона берут? Да я вообще хрен его знаю. Вообще, черт их пойми, что они будут пикать здесь. Ну, на самом деле, банить там всяких шадоу-демонов особо смысла нету, потому что уже есть один хороший дизейбл, ну, под который можно нормально попадать с андстрайками. Я почти на сто процентов уверен, что... А Эмбара надо забанить. А, ну, хотя есть инвокер, они не будут играть инвокер Эмбар, потому что не умеет хвост играть на Эмбаре. Там уже больше одной кнопки, ты что? Да. Хусик! В натуре! Тупо Хускар! А зачем? Герой клевый. У него стрелы. Сейчас не стакаются, не стакаются. Тогда у Урсу лучше уже. У него тоже не стакаются, ну, типа, не модифицируют. Не уникальный модификатор. Фьюри свайпс. Да, да, да. Короче, нужен какой-то крутой герой. Ну, снайпер, я же говорю. Снайпер это да. Снайпер, ты абсолютно прав, я думаю. Минус чем? Хорошо. И сразу же пик для Вичи Гейминг. Напоминаю, что Ротека сидит на пике у китайского коллектива. Ну, и, естественно, Пупей на пике у команды Нави. Рарочки! Записываем! Дота 2 Лаунж. Я записываю, давай. Давай. 4 Z L J 28 J 5. Это первый код. Второй код. E P X R J 672. Третий код. M 264 ON M Z. Четвертый код. O U N 2 M O V O. Пятый код. P K U K H 0 A N. И шестой код. Y S O N. U R 6. А последнюю букву я не скажу угадывать. Всего-то сколько там? 26 вариантов? 30 рарок. 30 рарок. Я таких... Я счет цифры же есть. Все, 40 вариантов. Еще раз повторю. Y S O N U R 6. И последнюю не скажу. Ладно, не буду я тоже говорить. Мне тоже интересно, вообще угадают ли, как быстро угадают ту самую букву. ЛИЧ и ВИСП от НАВИ. У нас тут пока, да, с ВИЛАТом идет небольшая перекличка. На языке R2-D2. С-3PO. Я так жду седьмую часть Звездных Ламмин. What does the Wisp say? What does the Wisp say? У-у-у-у-у-у. Надо, чтобы кто-то это записал. Да, да. Рейзор от ВИЧ и ГАММИНГ. Ну, у них он... Пик этот сам... Я не знаю, он... Слушай, они уже угадали. Что? Как? А вот так. Ну, перебором. Ему, хера себе, быстро перебирают. Ну, тут не очень сложно. Тут вот так вот... Тут есть там, где там гива вэ, это там просто вбиваешь код, и оно очень быстро реагирует. То есть там вбиваешь код, там восьмизначный, например. 10 секунд для пик. Оп, оно, нет, неправильно. И пошел дальше. Оп, и оно неправильно. А ну, в принципе... Да все равно, блин, время надо какое-то. Молодцы, ребята, молодцы. Шустрилы. Такс, четвертый пик от Na'Vi. Под Wisp будет ли сейчас какой-нибудь там... Тайни? Тайни! Противраззора? Why not? Хауснайт. Тачняк. И Бластикер. Бластикер. Не, ну, Бласт... Тайни, да. Это именно он. Ну что же, есть у нас Тони. Тони от хвоста. Я пошел в наш худ искать, сколько матчей в своей жизни сыграл хвост на Тони. А, ну давай-ка. Твой прогноз? Ну, я думаю, штучки три точно сыграл. Не, ну это просто... А, он вообще не играл, да? Ты хочешь сказать? Не, а, походу... Походу, нет. Он не играл на нем. Ну, по крайней мере, наша статистика говорит... А, ну, любого другого там, вбей какого-то... Ну, давай... И кого, луну в объем, вот, луна и... Ну вот, на луне 11 тигров. Тайни. Тигра нет. Нет. Вот так, просто хвост впервые. Дебют! Дебют! Хвоста на тенике. Дебют! Пробежал тут возле нас, если Сайси повторил слово дебют. Он тоже понимает, что у хвоста сейчас хвост... Походу, украл у кого-то шагбарка. Он подозрительно убегал быстро из плеерс лаунжа. Плюш вы шагбарк, это круто. Украсть его всегда прикольно. Так, ну давай, вот последний бан. Кому у нас не хватает у Вичи Гейминг? У них есть Doom, который в теории пойдет в оффлейн. Может быть, даже вместе с каким-то личом. Или это будет фармящий Doom? Ну вот, видимо, считают, что будет фармящий Разор и Брюмастер в миде? Ну, в смысле, мидера не хватает. Это Кентавр, но тут... Ну тогда это было Мидрозор. Да, или это Брюмастер в фуэйн. Такой мужицкий пик, слушай. Это мужицкий пик. Аллилуйя, пик из мужиков. На-на-на-на-на. Так реально мужицкий пик, у них 5 мужиков. Да-да-да. Не, с Разором, конечно, есть некая неопределенность. Я не думаю, что у Лича есть яйца, если честно. Он же мертвый, не? А у мертвых же есть я... Блин, я не знаю, никогда не проверял, но... Мне просто интересно. Ну, у нас есть новая камера, можно проверить. Магнус и Леон. Я понял задумочку. Это Магнус и Леон, боже мой. Я никогда не думал, что я это увижу. У Леона с Аганимом ульт бьет по АОЕ. Магнус, хлоп, и Леон, на, минус 6. И Леон туда, чпок. ГГБ. Все, сейчас будет, смотри, Пупей, это будет фармящий Леон. Еще может с Мидасом. Это вообще забей. Это будет суппорт, который будет... Просто забей, я не знаю, что происходит. Это будет такой разнос печенки сейчас. И Изи Триолайф. Изи Триолайф, да. Я не знаю, действительно ли это то, что я вижу. Я эту хрень тестил в папочке, работает на 5 с плюсом. Я не тестил, лол. Это такая жесть просто. Причем Леон у меня вообще в оффлейне мой стоял, и нормально он там себя чувствовал. Короче, все. Похороны команды Вичи Гейминг начинаются прямо сейчас. Прошел Женя, посмотрел, он нас так что не несут. Так, ну что, поехали. Что у нас есть? У нас есть Фай на Личе, у нас есть Ротикей на Кентаври, есть Фендрир на Тренд Протекторе, Сайлар будет играть на Думе, и Супер, естественно, Рейзор. Рейзор! Да, ну и Хвост на Тайни, Фаник на Магнусе, вообще что? Ладно, Пупеха на Леоне. У Пупея нет Иммортал Кинолеона, что вообще? Как ты его пикнул? Неудачник, тупо неудачник. Как можно играть без Иммортал Кинолеона, все. Пиши, Хвост сейчас спрашивает, как работает третий скилл Тини? Ну, такой вариант может быть. Пацаны, у него что, тут пассивочек много? Это типа много кнопок нажимать не нужно? Ну, Тини 2. Это не так уж и много. Ну, да, причем там АОЕ такое серьезное. Да, так что там промахнуться числа. В принципе, легко жмакать эти самые кнопочки. Ну, ладно, шутки шутками. Посмотрим, насколько грамотно и слаженно сейчас будет действовать вот этот механизм. Короче, я тебе говорю так, вот ты правильно пишешь, что если Na'Vi пикает вот такие чудо-страты, как Пудж с Ченом на Ти, когда проигрывают у какой-то китайской команды, да? А, то есть это тоже какая-то китайская команда? Ну, какая-то китайская команда, да, Которая только-только... И тут Леон Магнус. С Магнусом. Ну, и АТИНИ для подстраховки, скажем так. Тони. Тони, 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 на-на-на-на. Да, тоже правильно в чатике написали по поводу этих всех Пуджей с Ченами. Ну, что я могу добавить от себя? Если Пупей будет фармить, а надеюсь, что он будет фармить, а не клювом щелкать, то в теории умрет все, что попадет в РП. Вообще, да. Это проверенная тактика, и, поверьте, друзья, она действительно работает. Ну, АОЕ, чтобы люди понимали, вот оно примерно там какой области вроде получается. Блин, во время паузы плохо нельзя рисовать, но вот сейчас вот отожмут, я покажу примерную область. Смотри, а что он в паузе мигает? Ну, ну, он же... Ну, из паузы. Он еще и дышит, по идее. У него борода шевелится. Так вот, АОЕ там, ну, примерно, наверное, вот, ну, наверное, чуть побольше, чем вот тот кружочек, который я только что там нарисовал, если посмотрел на эту самую землю. И в это АОЕ как раз вмещаются все те, кто попадает под РП Магнуса. Стрис-трис-трис! В спину заходит! В спину заходит Нави! Так, тихо-тихо-тихо! Тихо, не палимся! Они могут услышать, они на этаже, на выше нас сидят. Так, тихонько. Смотри, 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 Куроки, Куроки байтит. Куроки, Куроки байтит. Магнус, Магнус. Так, Куроки завалил. Так, кто кого байтит, мне вот интересно. Так, давайте. Ну так, Пупеха, выходи, давай, копай его, копай! Держитесь! Копай кого-то! Так, смотри, забежал РТК, далеко ведь забежал, но все, нужно убивать! Да ну бейте вы его! Бей! Классная, бей! Почему нет? Короче, терпилы. Все, уволены. Я думаю, мы им это скажем после того, как эта игра закончится. Они на первом левле сильнее были. Правильно? Ну у них типа... Ну нет, я бы не сказал особо, что сильнее, потому что там есть либо плазмофил, либо сосалочка, есть хороший стан, есть, правда, лич я не заметил, когда он прокачал Сакрфайз, если вот Сакрфайз лич прокачал до драки, тогда все было немного лучше у Нави, но у Нави было два стана и порядочное количество урона с руки, вот что было у них. Да, ну то есть могли они попытаться, особенно когда слишком далеко зашел РТК, как бы... Дем! Там чуть ли не по тавру уже загнался, так что могли бы его там пытаться убить. Итак, в миде Куррой Хвост против Сайлора. Дебют товарища Хвоста на Тине. Ммм, да, походу, действительно дебют, потому что наши петры отказались убивать стату. Ну, тут мы видим, что Пупею заблочили спауны, тут красиво обрабатывают. Ну и правильно все делают, они лишают Пупеху возможности нехлепочков. Ну это Аутикей, Аутикей он не поощряет. Да, да, причем вот еще одну иллюзию придется Пупехи здесь убивать, и он, возможно, даже успеет. Подкопчик он потратил, но, да, еще два удара нужно сделать, так что успевает здесь Пупей повоевать с этой самой иллюзией. Ну и сам себе решил заблочить спаун, да, Пупей? Ну, почему бы и нет? Действительно. Оно надо, что ли? Сильно оно там надо. Дэнди, который уже забыл, как это стоять в легкой линии, и сейчас пытается против Фая и Аутикея стоять, получает новый Дэнди, пока мы видим первый левел, не весело, ничего у него нету, надо держаться, надо нафармить хотя бы на тапок, постараться больше не получать дэмэджа в лицо, чтобы... А ему получить второй уровень и просто прокачать классики для того, чтобы регениться во время вот этого Хараса со стороны Лича. Вот, он, собственно говоря, так и делает. Все очень хорошо, естественно, Даня понимает. Удивительно то, что я это понимаю с моим-то... Удивительно, действительно. Смотри, Фанник, пытались насосать у него здесь урона, и Фанник уезжает. Ну, у него насосали, у него 30 дэмэджа осталось, у Супера в то же время 49 плюс 21, то есть есть какой-то в миде, Сайлар проседает, хвост делает ему бобо, Сайлар включил землю и убегает. Да, но Сайлару там изрядно досталось, и там гостя мы, конечно, под регенецом. Что там, батл? Смотри, 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 варды метелят. Так, Пупей подходит, сейчас должен давать спад копчик, но спад копчиком немного опаздывает Пупей. Хак. Да, и в итоге вард все-таки разбил, и Пупей сейчас еще нового получит лицо. Нет, нету маны, схавать нечем. Пупей, что он делает? Виск, вот это да! Гомбо-бомбо, Пупей с маной сейчас будет через 2 секунды. Как четко байтил Пупей-то до конца, и здесь Кентавр забегает ферстблот, копнули Роти Кей, и цеплять его дальше можно. Есть колдснэп, отлично, колдснэп попадает сейчас по Роти Кей. Роти Кей вряд ли отсюда сможет нормально уйти. Есть еще очередной тезер, но нужен, нужен, нужен сейчас какой-то дизейн. Реген, но Реген нужно просто сбивать. О, боже мой! Это Тупей, это просто грязь. Вот это да! Потрясающий импейл. Вот кто-кто, Кентавр точно такого поворота событий не ожидал. Да я, даже я такого поворота не ожидал. Так мы с тобой все видели, да? И хрен его знает, что там будут делать ребята. Ну, Пупеха, ну дает! Даблкилл Пупей! Что мы там говорили про Аним? Вот! А теперь тысячи голды на второй минуте у Пупея. Сейчас он себе сразу какой-нибудь бустер притарит. Нет, он просто берет тапок. Слабак. Слабак. Слабак, давай, Клемет, собери. Не, ну на самом деле бустер Леону он не особо-то нужен. Я думаю, что Пупеха на третьем уровне, скорее всего, скачает с торрентом она Дрейн. Да, 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 да. И будет уже сосировать ману. Ну и очень-очень все неплохо. Начинается для команды Нави. Дабла поумирала, заработали ребята левел овер, заработали немножечко экспы, заработали денег на ворды. Ну, я думал, что Куроки будет тратить все деньги на ворды. Мы видим, что Пупей тоже тратит немножко. Так, ну и что у нас тут? Я смотрю, там народ в чате не верит в связку Леон плюс... О, да-да, дума-дума тут убивают. Это определенно минус. Хорошо, хвост вместе с Куроки отлично действует. Так вот, многие не верят в связку Леон плюс Магнус. Ну, знаете, Магнус без Леона нереально силен. А с Леоном с тысячей урона в такой области... Так, Финрир, Финрир. Так, хвост без маны, правда хвост. Тут Фай, Куроки далековато пошел. Пошла, я не знаю, почему гоняется именно за другом. Хотя, 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 подожди, сейчас Куроки, сейчас Тезер через 5 секунд будет. Финрир бросил на себя. Ой-ой, Фай, подбросили, Пупей. Пупей сейчас будет еще один фраг, отлично. Правда, опыта немного маловато, да, он сейчас замыкает. Плевать на опыт. В смысле, а как же... Ну, будет, главное же деньги. Вообще, он бесплатный, если что, я услышал. Кто? Фри-ту-плейный Фингер О' Дес. А, фри-ту-плейный, кто? Я имею в виду... Ты имеешь в виду Аганимсом? Да. Не, ну Аганим-то понятно. Так, ну вот опять, видит Рен Протектора. Сейчас Леон. Вот он, гонится за Финриром. А Финрир, кажется, понимает, что тут что-то пошло не так. Хиксулечка, сейчас будет колдснэп. Иди сюда, тут же Вист, Финрир. Изи катка вообще. Эти Na'Vi поломатые, верните старых, пожалуйста. Те, которые в прошлой катке там на... Напроигрывали, да? Они реально поломатые, это как-то вообще, я не знаю, что происходит. Ладно, на топе, но что там у Фунтика? У Фунтика пятый левел, тем временем на лошади. На Магнусе, извините, на лошади. На Махнатке. На Махнатке, да. Ротикей, Ротикей получает колдснэп, но то-то колдснэп там... Не особо там задерживает Ротикей. Мы знаем, что... А, там, кстати, уже новый колдснэп, правильно? Да, там уже переработанный немножко колдснэп. Немножечко туповат. Ну, типа, дэмэджа очень мало, да, вот там... Ну, зато потом он вытачивает. 14, 21, 28. Урона реально немного. Так, и у нас Вист приходит обратно в центр. Тут Сайлара насыпали, подкинули, взрывают его. Ну, Сайлар тут, скорее всего, выживет. Хотя, еще пару тычек и... Санстройк, просто. Дэнди передает привет всем квасовексам с Кимминвокерам. Говорит, здорово, пацаны. Вот, да, я даже не знаю. И сейчас смотрят, какие-то... Говорят, блин, а что вообще делать с этим Кимминвокером? Как, про тебя играть можно? Что за дисбалансный герой? Я просто смотрю, что-то Пупей делает. Типа, у него еще и такие скиллы есть. Воу-воу-воу. Может, у них, знаешь, там экзорт залоченный. Нельзя качать. Может быть, может быть. И они не знают, что, в принципе, делать с этим. Где у нас Разор? Разор у нас на топе. Супер. С него Фейзи, с него Ring of Regeneration. Больше нет ничего. Радуется жизни. И есть уже, тем временем, у нас Реверс Полярити у Фаника. Да, и Пупеха у нас пока фармит пацанов в лесу. Да, делает очередной он отвод. Он уже на эту пачку отводит уже, по-моему, на вот этих вот крипов. Уже третью пачку подряд отводит. Не, ну, Пупея тут все достаточно неплохо складывается. Сейчас буду, да, вот этого мага забрать. И четвертый уровень. Или не будет он Аркантапки, по-моему. Не-не, там Транкилл. Леону нужны только Транкилл Боцы, потому что у него единственная проблема это... Манны у него будет всегда хватать. Да, маны всегда есть. Ну, просто тут больше в команде никто Аркантапки не купит. Ну, Магнусу есть уже Аркантапки, сори. Так что, в принципе, не надо. Да и Вис может купить, в принципе, так что... Выставлено на дефицит, а ванны практически никогда нету. Ну, тогда я предлагаю сразу Point Booster покупать. Не, я на полном серьезе. Ну, а что париться-то? Ну, не знаю, не знаю. Посмотрим сейчас. Просто... Смотри, просто, что творит этот Пупель. Транкиллы, они не самые дорогие, и при этом они дают очень хорошие бонусы. Что-то мы все-таки, мы, скорее всего, Транкилл увидим. Что-то они вообще оставили сейчас в покое. В миде решили Хвосту умешать жить. Хвост, кстати, что-то сегодня несет. Нифига себе, у Хвоста там уже чуть ли не барабаны готовые. Да, хорошо идут дела. Что там у нас по фарму? По фарму на первом месте пока у нас Рейзор. Вот он стоит, у него уже практически веканг готовый. Очень недурно. Так, и Пупель. Смотри, Пупель у нас агрессор. Пупель заходит на вражескую территорию. Хорошо. Да, Пупель все-таки собирает деньги сразу на бустер. Ну вот сейчас поломать бы вард на хайграунде, там где руна стоит, но вижена там наверху нету. Санстрайк, однай, никуда ты залетел. У меня вот тоже... Попал он по Ротике. А, да-да-да. Там шестой левел, кстати, имеется в Ротике. Появляется Стампид. Это полезная штукенция очень. Убегать от того же Тинни с Виспом, да и от всех остальных. Ну и тут смотри, Фай очень четко сыграл. Он видел, как забегал сюда Пупель. Сразу же тыкает Сентри вард, развивает лейн вард от Пупея. Ну и вот мы видим на Тавр Дэнди напал вместе с Папи. Да, форгидов пока нету. Но вот обратите внимание, кстати, Дэнди вкачал Векс единичку. Это отличительная черта реально крутых инвокеров. Для того, чтобы все касты вообще были. То есть ты, прокачав Векс единичку, теряешь, допустим, одно очко экзорта. При этом ты теряешь там... Ты получаешь четыре или пять кастов. Да, ты получаешь огромное количество лишних кастов, в числе которых Метеор. Магнус, ну и, наверное, здесь Паник погибает. Никто не летит. Его срывает. Давай, давай, Махнатулечка, беги. Ну, Магнус просто здесь сейчас погибнет в лесу в одиночестве. Так, Хвост ворвался на Сайлера. Вот немножко, по-моему, далековато не зашли. Ну и вот не стоило это делать, по-моему. У Хвоста тут насасывают дамагу. Правда, это пять секунд... Это не так уж и много. За пять секунд тут никого не успели поубивать. И Хвост улетает у нас обратно в мидл. Вместе с Кроки. Имеет целых сорок дэмэджа. Такой на! На, говорит. Кирпов дэнает. Да, нормально, нормально. Но Китавра все равно боится сюда подходить, естественно. Так, где там тот самый Пупей? Тот самый Леон, у которого пока четвертый с половиной лео. Тут у нас что, лич уже пятый с половиной? Триста. Что он, Мидас сейчас купит, что ли? Я предвлекал Мидас. Не исключено, на самом деле. Я бы не отклонял такой вариант. Да. Паник опять вернулся, собственно, сюда. Паник очень хочет даггер. Ну, у Паник дела идут вроде как неплохо. Денег у него достаточно. Хвост там тоже себя хорошо чувствует. Ну, и очередной такой подпуш нижней линии. Сейчас вот команда Нави. Да. Ну, и Пупей очень хочет сейчас Денди забрать все-таки эту вышку. Для того, чтобы появились... Забрать ее вряд ли получится. Надо уходить, надо уходить. Пошел деф. Пупей по таймингу. Санстрайк, кирпич. Больно! Ну, вот не хватает демоджей. Денди может погибнуть. Это больно, потому что была проблема. Денди не попал ни Метеором, ни Санстрайком. Все пролетело мимо Супера. Видимо, расчет был на то, что Супер решит убегать. Но Супер просто пошел в лоб. И правильно сделал, абсолютно. Да. Но в итоге 6-2. Все, успокоили пыл команды Нави сейчас в Мич Гейминг. Игра начала в мирное... Там Дума находит сейчас. Дум ушел. Попробуй догони. Барабаны вот они у хвоста. Много тепрестотов, много маны. Лион 1460 золота. Вот так вот. Ну, если Мидас, так... Ну, я все-таки думаю, что это Мидас будет. Реально, мне кажется, что это будет Мидас. Во-первых, будет левел очень хорошо идти. Во-вторых, если есть такая возможность, если ты сделал 3 фрага и 1 ассист, у тебя реально огромное количество капусты, и ты на суппорте на 10-й минуте покупаешь Мидас, это неплохо. Ну, вообще, да. Ну, тут будет пусть минута 13-я даже у него. Ну, просто смотри, прикол в чем. В ближайших минут 20 играм вряд ли закончится. Есть такая чуйка. А потом к 30-й у него уже будет агоним. Да, именно так. И Пупей, купив сейчас, например, поинт-бустер, он ничего себе не докажет. Ни себе, ни противнику. Да, у него прибавится чуть статов, но Лион это такой товарищ, который зашел, дал 3 каста и умер. Ну, 1600-й ничего не покупает. Почему? Не знаю. Терпило. Минус ложка. Там он забрать, не получилось. 1800. Может, он даггер вообще первого момента собрался брать себе? Ну, это будет уже как-то слишком жестко. Мне тоже кажется, что слишком будет брутальный вот такой быстрый даггер. Вот не верю я в быстрый такой даггер. Вот просто не верю. Там сейчас будут... Это бессмысленно. Будут пытаться убивать сейчас Дэндика. Находят Дэнди. Там Дум у Дума есть. Дэнди. Там Магнус на топе улетанул в землю. Я слышу, наши англоязычные комментаторы поржали. А-а-а. Это же файл. Он пристреливается. Да, пристреливается к земле. Ну, конечно. Там, смотри, проблемы. Дэнди с Мидасом. Ну и Пупей может Мидас себе принести в то же время. 1940. Ну, Пупеха. Ну, походу, это даггер. Походу, это даггер. Пупеха, пожалуйста, не надо даггер. Ну, серьезно. Даггер это будет провал. Ну, типа, если получится налетать, наубивать, то окей. Но просто Леон, он почему не особо подходит на эту роль? Потому что у него кулдау на ульте 160 секунд. Да, ну и 560 кп. То есть раз 160 секунд, раз 160 секунд, то этот даггер будет юзабелен. В принципе. Ну, конвертирован фраг. Но вот Мидас ты можешь купить прямо сейчас. Хоть я не люблю этот артефакт, но на саппортах я его люблю. Ну да, всякие цемочки с Мидасом, мы помним, неплохо вроде бы заезжали. У того же Пупея, который был там на Дримхаке в прошлом году. С Тарасками забегал. Неплохо был. Папи. Да, там тоже правильно люди пишут, что даггер в этой игре конкретно не особо-то и нужен. В принципе, да, можно врываться, можно гангать, кого-то пытаться убивать. Не, ну просто вопрос, а зачем вы тогда брали Магнус Леон? Ну да, в том-то и прикол. Попробуйте уж, раз такое дело. Если есть возможность, why not cold snapчик? Ах, не понял Пупея этого маневра. Да, но там все равно был Леггармор. Лично там погиб, вот реально погиб бы. Ну вот смотрим, что идет за даггером? Да, идет за даггером, конечно. Да, идет за даггером. Ну, блин, фейл, короче, Пупей, огромный фейл. Я считаю, это просто фейл. Ну, посмотрим. Может быть, он сейчас действительно будет ходить, убивать там через санстрайки, через релокейты. Может, он надеется, что все равно хвост всех убьет. Ну, типа, да, спихивает всю ответственность на Санька. Ох, что тупее. Хитрый-хитрый. Хитрый-хитрый, да, конечно. Тапок даггер. 567 хп, по-моему, да, или сколько там у него хп? Ну, типа, мидос бы хп тоже не особо добавил, но он бы добавил огромное количество экспириенса, которые бы ли он сразу начал получать. Да. Быстро поднимал блевел и обходил бы остальных суппортов. Он и так обходит остальных суппортов, за счет того, что у него три фрага и один ассист. И вот он как раз примерно там на тысячу и впереди. Да, ну так бы он каждых две минуты отрывался бы еще на 200, на 200. Да, еще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, и в итоге он, вот, вот, даггер, в даггере есть смысл, если ты его быстро реализовываешь. Он этот даггер уже спалил. Так, фаник на топе, ротэка увез под вышечку. Ну, и ротэка тоже проюзал ульту и убежал. Я прям, ой-ой, и Тинни, посмотри, он уже нападает на Рот и Кай. Есть минус, Тинни. Промативается фаник по суперу. Там Дум пришел. И будет ли Дум? Нет, тут просто шелкнул. Тут Тони просто один в два решил подраться. Магнус идет сюда. Хваста избивает своей командой. Ну, это скорее всего минус хвост. Не, скорее всего, 100% минус хвост. Да. Ну, и вот, вот и все. Мне понравилось. Всю эту драку смотрел. Леон не двигался на месте. Смотрите, он не двигался с места, стоял ровно и смотрел, что происходит на топе, да, вот прям было видно, как он всматривается через эти холмики, нападает. Ну и вот он прыгает на Фая, и Фая убили, хорошо, убили. Ух, опасен, опасен, конечно. Пупей понимает, что кулдаун большой у его пальца смерти и старается не тратить его просто так. А вот сейчас можно на Дума попытаться этот палец потратить. Нужно прохарасить, нужно прохарасить Сайлора. Сайлор тоже понимает, вот там... Ну, это очень много. Ну, на полстолба его Пупеха шваркнет, конечно, но до этих полстолба довести нужно. Ну, Пупей, ну, еще подкопает, конечно же, маны хватит или не хватит. Тут Разор, смотри, на топе вышел, на Фаника напал. А, и Фаника нету, маны не нашли. Нормально, нормально, аркадчики появились очень вовремя. Ну, Финрир ушел. Так, ну что, здесь с Пупей мы едим, маны у Крепана сосал, оттягивает подальше, оттахивает Сайлора подальше под тавер. Ну, в миде у Тони... у Тони... две тысячи до Аганима. Много. Так, урна появляется с тем временем у Лича, но и в миде вышку все-таки нави забирают. Да, достается она хвост, вот через тосик спокойненько делает в миду Тауэр. Транквилл Тапки в Рупее тем временем появились. Кто-кто? Транквилл Тапки. А, ты думаешь, Аркан Тапки, думаешь, что вообще? Не-не-не. Это чтобы был больше монопул, чтобы можно было больше насосать. Боже, ну вот, вот, понимаешь, что Пупей здесь стоит с Дэнди, и вот знают же, уже давно знают, что они здесь двое, что это Байт, и все равно они стоят и ждут. Сейчас, сейчас, да-да-да, смотри. Пупей 3-0-2 пока у нас, Татан, скоро его чувствую, бьют здесь. Сейчас, сейчас, сейчас. Слишком нагло себя ведут здесь, конечно, с Дэндиком. Стоит, затаился. Да-да-да, в лесу. Партизан. Трехглазый. Ой-ой-ой, тут сейчас движ партизанов целых выехал. И дум сейчас выйдет крипам. Дум сейчас выйдет крипам. Да, он выходит. И... И Пупей сюда быстро сваливает. Да, нападение на Дэнди. Мак! Мак! Ой-ой-ой-ой! Копнуть! Колпун, где Тинни? Засыпать! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Что с лицом? ВГ! Да, и этого, и этого тоже нужно сейчас говорить. Нормально. Нормально. Пинрира можно догонять. Ротикей едва живой. Фаник просто красава. Тосс. Стан. Дерево ушло. Фаник. Никуда ты не уйдешь, говорит. Никуда ты не уйдешь. Фаник еще одну тычку и шок вейвом нужно добивать. Хорошо. И Тони засыпает. Отличненько. Минус четыре от Наби. Ну что, Фаник? Гуд жоп. Ну и ревейдж от Пупея неплохой тоже получился. Ну, там тяжело было не ревейджнуть. Где? Ты имеешь в виду тот самый ревейдж? Ну. На первом спыле. На первом спыле, да, да, да. Тот самый ревейдж первым спылом. По пятерым там почти. Не, хорошо, хорошо здесь сыграли ребята из Наби. Ну и ВГ видимо не ожидали, что вот так хорошо они сейчас кучканутся и так вовремя окажется здесь Фаник. Ну такое бывает, когда ты редко играешь против таких, знаешь, супер комбо-вомбо. Страт, хотя в прошлой игре вроде бы была тоже комбо-вомбо тактика. Ну да. Там был Дарксир с Кункой, с Трэнд Протектором, но тем не менее там в Яче Гейминг действовали чуть более Там начало было не такое, как здесь. Здесь было чудесное начало просто. Ну да. Некротва просто сразу покупает Дангемон. Очень неплохо. Текс. Фаник находит урну регенерацию. Фаника полторашка на руках. И еще и дабл дэмэдж есть. Нормально. Человек уроки себе еще бутылочку наполнит. Да, нормально. Ну все более-менее. Продолжает фармить здесь Сашкуя. Прилетает ему Аганим. Восемнадцатая минута. ПТ Аганим. Двенадцатый левел. Барабаны. Ну сейчас он вот с этой палкой-шаталкой будет ходить и избивать людей. 19 секунд, кстати, до РП всего лишь осталось. Так что не исключено, что мы увидим защиту Т1 вышки. Да, 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 да. Да, точно будет защищать. Точно. Сто процентов. Девять. Глиф есть. Так что в любом случае РП будет. Не спалили. Не спалили. Паника. Правильно. Красавчик. Висп уже готов. Да, Висп готов. Они еще Т2 побьют. Паник. Есть ТП. Паник! Ты лучший, братиш! О мой бог. Убейте его, пожалуйста. Мне путнее было жалко только что, например. И Дэнди в думе бегает. Боже мой! Это просто катастрофа! Это был тактический фит, потому что хвост уже половину Т3 вышки снес. А, ну там тренд, так что пофиг. Этот Паник называется В прошлой драке зацарил, тот решил, а ну-ка я сделаю, как травка просто. На, реведж в лес и бинг в толпу. Два дерева сломал, придурок. Фаник, царь горы просто, я не могу. Как же я его буду троллить сегодня? Он сейчас спустится вниз. Просто забей. Если он еще пару раз так сделает, то он после этой игры спустится уже окончательно. И мы с ним пообщаемся на эту тему. Ребят, чтобы вы понимали, ничего еще здесь не потеряно. Но Фаник сейчас просто царит. Просто феноменальный мул. 3-2-2. Тут даже близко не 3-2-2. Ой, ну ладно, хорошо. Так, через 20-30 секунд новый. Зафундил немного Фаник. Фунзик. Это не Фунник, а Фунзик. Да. Ну правильно пишут нас в чате, они просто шанс дали. Да, это фора, все правильно. Надежда, надежда. Пупей выходит в тот самый Аганим. 12 тысяч голды, 5 тысяч эксперт прыгивать нельзя ни в коем случае. Да понятно, что нельзя. Но можно или нельзя, это сейчас будет решать команда Нави, мне кажется. Пробежались тут по своим бордам. Сейчас будут нападать. Фаник, прыгай, давай. Да, 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 да. Прыгай и вози. Да ладно. Есть у него РП. Он уже хочет в четверых. Он хочет реабилитироваться. Смотри, какой агрессивный вард поставил только что Пеха. Так, Ротикея его не видят здесь. Ротикея увидели. Засыпали. Как это не попали? Фаник говорит, иди сюда. Ротикея, капитана, все-таки увозит. Ну вот нам неплохо. Смотри, Ротикаев выживает. А нет, смотри, еще выжил. У него еще есть дайгер, там Дум на Виспа. РПшечка, вот эта у нас уже более-менее неплохая. Тут же кирпич. Финрир сдох. Куроки сдох. Савар тоже. Савар тоже забирает, но много демажа все-таки у ребят из Нави. Ну и Супер тоже погибнет сейчас. Супер тоже погибает. Магнус, вот так. Тут что вообще происходит? Вот, наконец-то. Солнце идет избиение пока что команды Вич и Гейминг. Да, ну и Фай тоже должен погибнуть. Висп, догорит, догорит Фай. Да, догорает Фай. Минус 4. Вообще, не, эту игру Нави выиграет, но Фаник просто MVP. Не, ну ладно, вы спустите, скажите, я Фору им давал, знаю я этого Харьковского. Он так и скажет, он так и скажет. Я вот и у него обязательно между матчами интервью возьму. Интервью это значит унижать неизморали? Ф значит Фаник, скажу. Ну да. Так, супер, ворвался. Где, где? Вот он Фаник, вывез Супера. Бей его, бей. Хорошо, капнул Пупеха. Вот он, ультимейт от Пупея, наконец-то. Он первый раз заигрывал, по-моему, вижу. О нет, второй. Ну тут по базе уже беготня пошла, а Ротикея едва живой. Ну вышки нету, вышки нету. Нужно нести бараки. Нави-то наши ребята знают, какие бараки. Пупей, с пленка, Сайлора капнул, шоквейв. Ну это просто отвлекающий маневр. Ну Пупей должен Ротикея, сейчас Хигсон. Да, нормально там был только что размен. И тут уже врывается хвост. Хвост, конечно, неудержим. Ну и Висп отлично держит дистанцию, хиляет хвоста. И команда ВГ пишет, гуд гейм. Очень изи как-то игра получилась на самом-то деле. Да ладно, не изи. Нет, начало игры было полностью за Нави. В серединке этого матча была пара косяков, но... Да, ладно. Такой парамагнус был. Смотри, смотри на него, смотри на него. Сейчас, сейчас такой... Да, 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 сейчас, 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 типа, ну ладно. А таковы вы нам... Пацаны запотели, и то хорошо. Зачем вы нам Ротикея покажете? Где он, где он, где он, где он? Где он, да, покадайте мне его. Где этот герой? Глебушка, Глебушка, иди-ка сюда, Глебушка. Расскажи-ка нам про, про реверс полярити, Глебушка. Ушел, прошел мимо нас, ничего не говорит про реверс полярити. К сожалению, не хочет. Может, нам Женя даст комментарий по поводу гениальности реверс полярити Фанника в лесу? В этом деле. Да ладно, если бы один раз, то окей. Не, выиграли, но... Что за ругательство, Евгений? Если бы проиграли, если бы проиграли, я про это не вспомнил бы. Я не знаю, где-то в 3 часа ночи или суток раз. 6 утра где-то приблизительно, ну... А плевать. Я говорю, если бы проиграли, я про это не вспомнил. Но вот выиграли... О, Саша, 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 ты не хочешь дать официальный комментарий? Вся команда отказывается по поводу реверс полярити Фанника, блин. Не, ну он поймал два дерева, кстати, так что... Да, деревья оттуда не ушли, это факт. Они и так бы оттуда не ушли. Наказал. Ну, это такое. Так, ребятушки, ребятушки, ребятулечки, у нас сейчас будет пауза. И мы с вами вернемся очень скоро на третью карту между командами Na'Vi и Vichy Gaming, где и решится, кто пройдет, собственно, дальше. Да, небольшая пауза, увидимся с вами совсем скоро.